Всем привет! Это двушка в народных кварталах города Екатеринбург, Уралмаш, Ататом стройкомплекса. Поехали! Двухкомнатная квартира в народных кварталах начинается с прихожей, как это ни странно. И о чудо! Что я вижу? Прихожей. Гардероб я вижу. Я вижу гардероб. Это первая квартира, где я вижу гардероб рядом с прихожей. Представляете, я больше нигде не видел. Ни в трешке, ни в четырешке. Но может быть в какой-то другой конфигурации, трехкомнатной или четырехкомнатной это есть, но в той, которую я рассматривал, этого нету. А здесь в двушке есть. Прикольно. Два с половиной квадратных метра. Это, конечно, маловато, но, в принципе, уже ничего себе так. Ну, просто потому, что она есть уже, и это уже хорошо, и мы можем туда одежду сложить. Ладно. Прихожая. Она, кстати, не очень большая. Четыре квадратных метра. И она почти проходная, потому что половина ее уж точно будет задействована при передвижении по квартире. Потому что, ну, как-то надо ходить в санузел и кому-то еще в жилую комнату, которая, кстати, вот 10 квадратных метров. 10 квадратных метров это неплохо, но маловато, на мой взгляд. Ну, здесь всего лишь удастся поставить шкаф, как здесь есть, кровать и вот стол для работы. Все. И маленький пятачок, чтобы буквально вот развернуться. Ну, в принципе, она есть, и как бы есть, ну и хорошо. Хорошо. Дальше. Кухня-столовая. 17 квадратных метров. Ну, это уже рекорд. Я еще меньше не видел. Обычно 20, 23, 25 у народных кварталов общая комната. А здесь 17. Ну, вот, тем не менее, они как-то умудрились здесь поставить и диван, и стол, и кухню. Другой вопрос, как они их поставили. Ну, вот диван в лес, напротив него телевизор, все вроде бы хорошо. Дальше идет стол. Стол очень близко прижат к кухне. Здесь расстояние такое, что в жизни оно никогда такое не останется. Ну, потому что просто вам неудобно будет там ходить и готовить. Ну, как бы так не делается. То есть, по законам эргономики, вы все равно стол отодвинете, и он будет стоять примерно вот так. А если он будет стоять так, то он попадает сразу же прямо напротив входа. То есть, заходя в эту комнату, мы прямо упираемся в этот стол. И чтобы мне попасть в спальню, мне нужно его вот как-то вот обогнуть. Слева не получится, потому что торчит угол дивана, и мне нужно на диван зашагнуть, с него вышагнуть и как-то обойти все это дело. Справа я буду, когда обходить этот стол, я буду встречаться с тем, кто на кухне что-то там готовит. Ну, как-то тоже не очень. А если за этот стол кто-то усядется и будет сидеть с двух сторон, я вообще его не обойду, потому что все людьми будет вот так вот занято. Ну, короче, вот какая-то вот такая эргономика. Ну и опять же, кухня в нише, которая шириной тут максимум 3 метра, это, конечно, маленькая кухня. Об этом я уже миллион раз говорил, это мало места для готовки, это неудобно расставить всю технику. И вообще это спиной как ноу, и это темно всегда, и некомфортно. Просто по ощущениям это будет как-то вот, ну, как-то не очень. Ну, в общем, мне это не нравится, я в этом никакого комфорта не вижу. Ну, хотя кому-то может и ничего нормального, то есть, ну, сами решайте, как это вам. Дальше идет комната жилая, жилая комната для родителей, это родительская спальня, некоторые называют мастер спальни. То есть, что в ней должно быть? Кровать, гардероб и ванная. Есть ванная комната 3,8, кстати, неплохо. Это даже больше, чем в четырешке. В четырешке там было, по-моему, 2,7, а здесь 3,8. Ну, то есть, в двушке и больше. Ну, вот так вот. Для тех, кто в двушке, комфорта больше, ну, в плане ванной, в мастер спальне. Но в чем прикол? Прикол в том, что дверь в эту ванную комнату прямо напротив кровати. И, допустим, кто-то лежит, отдыхает, да, утром рано, а другому человеку нужно встать, мужу, например, рано на работу. Вот он пошел, дверь открыл, и такой поток света на кровать. Такое яркое пятно. Вот комфортно, да? Или ночью кто-то вот вышел там умыться, там, не знаю, там, в туалет сходить. Дверь открывает, свет зажигается, и опять тебе поток света в глаза. Ну, в общем, это фигня, это некомфортно, когда тебя светом ослепляет. А второе, это звуки. Ну, то есть, так или иначе, эти звуки до тебя доносятся. Ну, запахи, опять-таки же, никто не отменял тоже. Вот прям так напрямую, дверь в ванную, и туалет, вот кровать, а вот дверь. Это в гостиницах нормально. Ну, типа, как гостиничный номер, нормально зачет. И кухня зачет, и организация пространства зачет. Ну, а для жилья это вопрос. Короче говоря, надо подумать, комфортно это вам будет или нет. Если не комфортно, то, может быть, стоит вот так вот шкафом загородиться, чтобы шкаф, так сказать, препятствовал, вот какой-то некий буфер создавал между зоной, где кровать, и ванной. Тем более, что тогда получится хоть шкаф побольше поставить, потому что тот шкаф, который здесь, ну, для двоих будет маловато. Ну, что сказать в завершении. Буклет красивый, слова правильные, компромиссов много. Ну, а вы сами решайте, что для вас компромисс, а что удобство. И, конечно, обязательно пишите в комментариях, чтобы все знали, так это или не так. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И всем пока, ребята. Выбирайте жилье с умом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова